ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музыка и фотозоны на разный густ. У запрошенных на прием жанчин добры настрой повинен створаться с первых хвилин. У Гомель снова пришла весна озёй и пригожая свята. Восьмого соковика. Согретые променями солнца и жаночными усмешками. У зале 40 человек. Ветераны працы, супрацовницы правооховных органов, медики и наставницы. В свою профессию я влюбилась с первого взгляда. Всё началось с моего знакомства с английским языком. И в итоге я втянулась и действительно всей душой полюбила свою профессию. Нравится работа с детьми. Отдавать, вкладывать и получать. Им присвячают верши и музычные творы, а об них пишут книги и выказываются философы. На кшталт за каждым великим мужчинам стоит клопотливая жанчина. Те мужчина можа побудовать дом, але зарабить агаутульным можа только жанчина. Под час урочистыха приема от имя керауниства города для их танцуют и спевают. Им уручают подарочные сертификаты и кветки. У гэты день мужчины кажуть об роли жанчины и широ признаются. Без їх не може исновать ни одна держава. Яны, як весна, символ одновления и надеи. Просто вызывает восхищение, каких профессиональных вершин они добиваются, каких успехов добиваются в спорте, в искусстве, какая активная жизненная позиция и в общественной деятельности. Поэтому, конечно, хотелось бы всем сказать огромное спасибо за это. Потому что без всякого привлечения не было бы их и без их вклада Весумова никаких бы успехов ни у области, ни у города, ни у нашей страны бы наверняка не было. Ну и хочется, конечно, пожелать всем простого личного счастья человеческого, чтобы их окружали родные и близкие в этот день, дарили им святые свои улыбки и, конечно, чтобы было здоровье и мирное небо над головой. С праздником вас! Олег Синцеров, Александр Лупиненко, Валерий Хапанько, Телерадио, компания «Гомель». Так само сегодня с надыходящим международным жановшим днем своих активисток повеньшовало кировничество Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира. Урошистый прием проходил в медицинском колледже. Сирот запрошенных – представницы сферы адукации нашего региона. На традиционную встречу на передней святочного 8-го дня Саковика в «Гомель» приезжают активистки миротворчого руха из всей области. Все лето было вырешено запросить женщин, которые в своей повседенной работе научают и открывают свет ведом молодому поколению. И мы сегодня пригласили на это мероприятие 30 женщин миротворных. Они воспитывают молодое поколение, они дают им первоначальную путевку жизни, потому что женщина – это основная миротворка. Не дай Бог, что-то случится, кто переживает, прежде всего женщина. Поэтому женщина проводит большую воспитательную работу, гражданско-патриотическую. Слово подяки за жіночий клопот Абмира во всем свете хучали под час приему. Выказаться мели махчимость и сами активистки. Присутным присвячались родки з вершев, давалися мудрые парады молодым от вопытных. Успрямалось все с легкостью. Женщина – человек, который дает жизнь, который следит за жизненной дорогой своих детей, который с трепетом относится к их будущему, настоящему, к их каким-то проблемам, заботам. Не может быть разрушителем. Это только создатель. Любой создатель всегда хранит тот мир, который есть вокруг него. Поэтому женщина-миротворец, мне кажется, это самые близкие слова-синонимы. Шановных запрошенных особисты повинчавал керавник Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира Тимофей Иванович Глушаков. И он выказал ширую подяку за штадионную працу женщин и уручив им кветки и подарунки. Евгений Кухаронек, Игорь Марысченко, телерадо, компания «Гомель». Одна корова сельских господарок Мазырского района в среднем дает 7,5 тысяч килограммов молока. По выниках 2019 года, это лучший показчик у нашей области. На одной из лидирующих ферм региона побывали наши корреспонденты. У господарца сельско-господарчей установы Мазырская сортовопробовальная станция, три живелогадовчие объекты. Это молочно-товарный комплекс, товарная ферма по догадовыванию молодняку и ферма по узнавлению поголовья. Сегодня только на одном молочно-товарном комплексе утримливается тысяча голов буйной рогатой живелы. Из их 600 коров дой на гостатку. Технология доения направлена на получение качественного молока сортом «Экстра», а также для сохранения здоровья животных. Она включает в себя несколько технологических операций. Это обработка коров перед доением дозраствором, сдаивание первых струек, подключение аппарата, а также после доения коровы обработка раствором после доения. За 2019 год у этой господарцы в среднем на одну корову приходилось больше, чем 8 тысяч килограммов молока. Выник минулого года выше, чем в 2018, на больше, чем 1100 килограммов. Все молоко отримано гатунком «Экстра». Для телят состоится около 4%, остальное – на продаж. В планах на наступный год заховать и примножить эти показчики. За одну дойку у оператора машинного доения обслуговывают в среднем 150 коров. Доения коров трехразовые – у 5, 12 и 19 годин. Процуют операторы изменами. График працы их задовольняет, як и зарплата от тысячи белорусских рублев. Галина живела годовле в Мазырском районе развивается динамично. Все доведенные задачи выполняются. По выниках минулого года средний показчик по надеих в районе склавкали 7,5 тысяч килограммов молока на корову. Это лучше в области выник продуктивности. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель» из Мазырского района. Электрификация участка Жлобин-Калинкович и Барбароу плануется завершить до конца 2021 года. Об этом поведомили у пресс-центра белорусской чагунки. Зараз завершаются работы по электрификации участка Жлобин-Светлогорск на Березине протяглостью 36 километров. Рух тягников на электричной тязи плануется открыть в этом году. Огульная протяглость участка Жлобин-Калинкович и Барбароу складает 141 километр. Как отзнашили специалисты белорусской чагунки, до 2030 года плануется электрифицировать основные участки чагуночных линий, чтобы максимально эффективно выкористовывать перевозки грузов и пассажиров. Сустреша на корысть. Сегодня начальник Гомельской областной инспекции Аховы Живельного и Рослинного Света Владимир Нестер завитал Гомельский держан университета имя Франциска Скарыны. Мета-визиту особиста сустреца с потенциальными работниками, которые могут прийти на службу уже в ближайшем будущем. В учебном кабинете студенты кафедры лесогасподарших дисциплин Биологичного факультета. Каждый из них может отримать дипломы и уладковаться на працу в инспекцию. Инша справа – стать инспектором. Для этого необходимо будет добро показать себя на справе, и только тогда появится мощность узняться по карьерной лесовице даже данного звания. Особливости работы, обовязки, полномодства и выкористовываемые сродки. Обо всем этом нас у стрэши расповяли действующие инспекторы. Самые интересные моменты показали у некоторых видах фильмов. Мы преследовали несколько целей. В первую очередь – это познакомить ребят с теми функциями и задачами, которые выполняет государственная инспекция. Конечно же, мы хотим вот этой встрече с ребятами, но популяризировать нашу работу и привлечь их в наши ряды. Студентам так само огучили выники работы областной дяжь инспекции за 2019 год. Лишь бы зацикавили присутных, и формат сострэши перешел в диалог. На Гомельшине проходит акция «Чистые руки». Ее мета не просто научить людей выполнять правила гигиены, а лейда помогла им не захворять на вирусной инфекции. Основная увага школьникам, які традиционно выходят в группу «Рызыки». Правда, эта зима значного вплива на эпидемичную ситуацию не оказала. Думками специалистов потекавилися наши корреспонденты. Напауна лепш за усіх про эпидемичную ситуацию в регионе ведуюць у областным центры гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Менавіта тут знаходзіцца адзіна в області лабораторі, адзі проводзіцца даследування на грыб. У гэтым годзі факты захворування з'являюцца адзінковыми, значно більш проб, у яких выявляюцца в острые респіраторные інфекции. Усові зіць тёплой зімой эпидемична ситуація на гумішені не обвяшалася, і адповідные обмежавання для школ і місце у масового знаходження людей не уводзіляся. Сами медики тлумашіць гэта проведзіны в осінню вакцинація насільніства, калі і прайшапкі зарабілі 40% ўже хару регіона. Хоць гэта не значыць, што можна ігнороваць профілактичніе мэры, тембуль, што і аны нескладаные. В першу чергу, це необхідно соблюдувати, як ми говоримо, кашлевой етикет, то є прикривати при чиханні, при кашле нос плотком, чи чи даже, якщо ситуація така, і рукавом. Його буде достаточним для того, щоб не розпространити віруси в ближайшому окруженні. Следуючий момент, треба помнить, що зараження, як правило, вірусними інфекціями респіраторами проходит на расстоянині метра-полутора, поэтому стоїть воздерживатися, якщо чоловік кашлеє, приближатися ближе, ніж це расстояние. Тут такі прості речі, як мати рук, оно помагає в тому плані, що, якщо грязними руками чоловік касається слизистих оболочек, це губи, це губи, то вірус, попадаючи на слизисті оболочки, тож може проникнутися в організм. У Рогашовськім районі сьогодні проживає каля 57 тисяч чоловік. По кількості населенства – це шостий регіон Гомельської області. Профілактична работа для медиків – сирот пріоритетних задач. У якості прикладу – п'ятая середня городська школа, одна з самих буйних у Рогачові. У ці дні спеціалісти Центра гігієни і епідеміології проводять ту такцію «Чистые руки». Головна мета – профілактика вірусних інфекцій. Все повинні пам'ятати, що вірусні інфекції передаються не тільки воздушно-капельним путем, вот кто-то покашлял, чихнув, вони ще можуть передаваць через руки, контактним путем. Паэтаму сьогодні ми з вами поговорим, як важна чистые руки. Колькі разу на дзінь і як довго треба мыць руки? Як правильна їх вацяраць? Якія таблеткі нельга праймаць навад при високій температурі і якія ежа реально гэтую температуру поніжає? За часу стрічі можна саправды доведацься шмат не просто пазнавальнага, але і корыстнага. Як, наприклад, корыстацца марлівамі масками? Эфект відовочний. Зараз мної з гэтых малых, лепш дарослых ведаюць. Выкарастовуваць їх трэба толькі хворым. Для здоровых людзей яны практична бескарысны. Гэта дарыша ствяржаецца навад у рекомендаціях Сусветной Організація Аховы Здароўя. Куды більш значный эффект досягаецца, калі трымаць руки ў частіні і ў вогалі прытрымлівацца правілу асабістай гігіены. У нас ўже єсть определённый опыт работы і єсть своі результаты. Снизілся ўдзельный вес заболіваўамасі наших учащихся. Определіны ўже традиціонні мероприятия. Проходят едині дні здоров'я, спортивні мероприятия. Мы проводім уроки физіческой культури і здоров'я, час здоров'я і спорта, динамічні перерывы на свежем воздухі. Сьогодні мы не можем пройти лыжну підготовку, паэтаму заменяем кроссовій підготовкой, скандинавській ходьбой. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Євген Макейнка. Телерадиокампанія Гомель. Самобытные постановки, колоритные костюмы і шире ваконання. У рамках обменных гастролів у Гомеле выступів шарниговский ансамбль песни і танца «Сіверские клейноды». Створшись у яркого и дзюнного колективу знайомилася Ганна Корольчук. Ой, як ми з тобою же любилися же «Високий долг ми розвилися». Молодий і повний творчий енергій колектив почав свою дійність у 2002 році. Його назва створена від слов «Сіверщина» – історична область України, яка включала басін середньої і Ніжній Дзясни, пасем'я і Ніжнього пасожжя. І клейноды – войскові знаки або атрибути влади казацького войска. У складі колективу – вокальна, танцевальна і оркестрова групи, які розкривають багатці традицій своєго краю. Ансамбль узнавляє і аранжирує самобитну селянську музику і пісні, записані під час фольклорних експідицій у різних кутках Сіверщини. Так як ми сіверські клейноды, ми пропагуємо своє сіверське. Будуть традиційні пісні Сіверщини, будуть традиційні танці Сіверщини, але і разом з поєднанням сучасним. Буде українське козацтво, яке буде починати концерт. У нас немає артист-хору, артист-оркестру. У нас всі, кожен із артистів – соліст. Тобто він може і окремо виступати, і разом зі всіма. Артисти по майстерську об'єдновують музику, пісні і танці Сіверського краю з сучасними ритмами, тембрами і хайрографічній пластикою. Виступаючи власним оригінальним жанром, вони перетворюють народний фольклор у пригожі театральне відовіще. Таким чином молоді і талінові таві канавці заховують і узмацняють національні традиції. Ансамбль «Сіверські клейноды» – шматразовий лауреат і дипломант міжнародних конкурсів і фестивалів. Утим лікує Сошського карагоду. «Ет коллектив дуже добре знає Гомель. Раза 4-5, при моєї пам'яті, на фестивалях Сошки карагод було. В Лясковичах фестиваль проводився, а в Лясковичах ми теж проходили. І ЗОП Олесі. І ми дуже часто благодарні гомельському зрителю, що він так тепло нас приїмає, завжди дуже гостеприимно, завжди дуже, дуже, як вам сказати, душевно, більше підійде це слово». У рамках обменних гастролів на Чернігівській сцені з концертами выступають артисты Гомельської областної филармонії, естрадно-симфонічного оркестра Мя Василєвського, камерний хор під керівництвом заслуженого діяча культури Оліна Соколова і народна артистка Беларусі Галіна Паулянок. Ганна Кральчук, Ігор Марышченко, телерадиокомпанія «Гомель». «Невеста з Гомеля». Фотовыстава Жаноших портрету открылася у Музей історії Друку і фотографії Гомеля. 30 лепших здимків проставив автор экспозиції Александр Вяснін. Глядачі можуть познайоміться з вясельними вобразами «Невест», створеними з 2005 по 2013 годы. Як жанр «Вясельная фотографія» сполучаю з собі одразу два стыля – репортажний і постановочний портрет. Кожний такий здимок заховує з собі історію створення молодой сім'ї. Проставлені на експозиції портреты, часті за все зроблені ухвалюючі для дзявшат «Момант» під час чекання зустрічі з женихом. З допомогой розних мастацьких прийомів автор розкриває внутріний світ «Невесты» – яє почуттєвость, прыгажості і настрой. Це серйозне испытання і праздник одновременно. Когда невеста создає такий образ, щоб запомніть себе в этот день, щоб почувствувати, що це праздник, щоб гості це увиділи і теж запомніли. Ну, для жінчини, для дзявшок – це особний день. І що приємно, що ця виставка відкривається в преддвері 8 марта. Александр Вяснін захопляється фотографії шмат годів. І він приймав дел у створенні фотоальбома об Гомелі і собрав масштабну колекцію ретро-здымка у Гомелі у соціальних сетках. Экспозиція відкрита до 31-го саковіка. Гіта інші новини, інформацію о проєктах в Толя радію компанії Гомелі ви можете знати на нашому сайті в інтернеті по адресі www.civergomel.by На цьому випуск завершено. Усяго доброго і до зустрічі у ефіру. Ефір телеканала «Беларусь-4» продолжаєт де-факто в студії Александра Гомоля. Здравствуйте. Оперативники з'явили у двох мазарян более 65 грамів марихуаны. Один із задержанних може бути причастен к распространению наркотиків. Задержання пройзошло в момент передачи от покупателя-продавцу денег за запрещений товар. 32-летний мазарянин купил у ділера пакет с измельченным растительным веществом зеленого цвета. Экспертиза показала, эта марихуана массой почти 46 граммов. В доме 35-летнего местного жителя, который может быть причастен к продаже наркотиков на территории районного центра, бойцы наркоконтроля нашли и изъяли более 20 грамм каннабиса. Материалы проверки переданы следователям Мозорского РОСК для дачи правовой оценки. Фигуранты дела задержаны. Сигареты и сверток с марихуаной помогла определить служебная собака в пункте пропуска Новая Гута. Наркотик был спрятан под пассажирским сидением автобуса «Киев-Клайпеда», прибывшего из Украины. Установить место его сокрытия удалось благодаря работе кинологической службы. При дальнейшем осмотре пространства под сидением обнаружили одну пачку сигарет марки «Кэмл» в прозрачном полиэтиленовом пакете и еще сверток, обмотанный клейкой лентой. Как оказалось, в пачке находилось пять сигарет, в которых вместо табака было завернуто вещество растительного происхождения. В свертке было спрятано аналогичное вещество. Обнаруженные вещества направлены на экспертизу в Управлении государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. В Гомельской таможне проводится проверка по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Всего с 2019 года по начало 2020 года гомельскими таможниками, а также по материалам гомельской таможни, возбуждено 63 уголовных дела по факту незаконного перемещения, а также оборота наркотиков и психотропов. За сутки в Гомельской области зафиксировано три пожара. Пострадавших нет. Повреждены два строения. В Петриковский район спасатели выезжали дважды. Сначала в деревню Голубица, где горел двухквартирный дом, а затем на пожар в Лясковиче. В обоих случаях повреждена кровля и потолочное перекрытие имущества. Рассматриваемая версия возникновения пожара в Голубице – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. В Лясковичах поджог. А в деревне Приболовича Лечевского района спасатели тушили солому. В результате пожара уничтожено полтонны фуража. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия – поджог. За истекший период 2020 года в Гомельской области зарегистрировано 122 пожара, что на 5% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Профилактика пожаров в повседневной жизни предусматривает осторожное обращение с огнем, правильного использования электросетей и электрооборудования, а также отопительных приборов. В январе на дорогах страны погиб один ребенок и 29 были травмированы. На территории Гомельской области произошло два ДТП, в которых пострадали два ребенка. В связи с этим с 6 по 15 марта будут проходить комплексные мероприятия по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Будь примером своему ребенку. Сотрудники ГАИ проведут профилактические беседы с детьми и взрослыми, а также напомнят о безопасном поведении вблизи проезжей части и правилах перехода пешеходных переходов. Акцент сделают на требованиях к перевозке детей в авто. Водителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными, снижать скорость движения при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, которые находятся вблизи учреждениях образования. Также нужно проявлять повышенное внимание при проезде в остановочных пунктах и в местах, где возможен выход неожиданных детей на проезжую часть дороги. В Реческом районе снова стреляют. Гомельская пограничная группа предупреждает о стрельбах. Они будут проводиться на полигоне Борщевка в районе населенных пунктов Якимовка, Чижовка, Борщевка. Стрелять будут 6 марта, а также всю следующую рабочую неделю с 10 до 20.00. А с 16 марта и до конца месяца по будням стрельбы будут вестись еще дольше, до 23.00. Во избежание несчастных случаев приближаться к стрельбищу и заходить за обозначенный на местности рубеж запрещено. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельская энергия одержала первую победу на стадии плей-офф мужского чемпионата Беларуси по волейболу. В гостях подопечные Дмитрия Лихарада обыграли легион из Обухова. Виктория энергетикам далась нелегко. В трех из четырех сыгранных сетов дело дошло до нервной концовки. Гости в решающие моменты оказались более хладнокровными, чем и обеспечили себе общий успех. 3-1 победа энергии. В другом поединке четвертьфинала минский строитель обыграл солигорский шахтер. 3-2. Именно столичная команда следующий соперник Гомельчан. Игра пройдет в ближайшую субботу на паркете спорткомплекса «Локомотив». Начало в 17.00. В чемпионате Беларуси по гонболу среди мужских команд сыграны очередные поединки. Гомель на домашнем паркете уступил БГУФК «СКАМ» 27-32. Самый результативный в составе гомельчан Сергей Орловский. 10 голов. Первая команда армейцев также праздновала победу. Обыгран Машеком. 30-25. Томаш Чаттер огласил список гонболисток, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды в преддверии матчей и квалификации «Евро-2020». Гомель в сборной представят 8 игроков. Это голкиперы Юлия Кунцевич и Валентина Войтулевич, а также полевые. Наталья Котина, Ирина Дронова, Екатерина Селицкая, Татьяна Цирипко, Ирина Мокот и Кристина Охраменко. Учебно-тренировочный сбор стартует 20 марта. 25 и 29 марта белорусские сыграют с командой «Косово». Первый матч на выезде, второй дома. В Гомеле состоялись открытые областные соревнования по легкой атлетике памяти заслуженного деятеля физической культуры Петра Злотникова и заслуженного тренера Беларуси Михаила Коноплева. Состязание проводится с 2000 года. На протяжении двух дней в Гомельском дворце легкой атлетики соревновались спортсмены в двух возрастных категориях в 14-15 и 16-17 лет. Сильнейших выявляли в пяти и шестиборьем, толкании ядра, прыжках и беговых дисциплинах. Награды оспаривали атлеты из всех регионов Гомельской области. В чешском городе Нимбург проходит олимпийский тренировочный лагерь по дзюдо на пути к золоту. Участие в нем принимают и белорусы. В составе нацкоманды туда отправились представители нашего региона. Ульяна Мининкова, Виктория Новикова и Егор Трухан закроются тренинг-кемп 8 марта. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова